Продолжаем разбор тренировочного варианта ОГЭ по математике Александра Александра Чаларина. Модуль алгебра. Задача номер 21. Самолет пролетел первую половину пути со скоростью 1600 км в час, а вторую со скоростью 2400 км в час. Какова была средняя скорость полета на всем пути? Покажем на рисунке движение самолета. Вот таким образом. И покажем, что на первой половине скорость V1 была равна 1600 км в час. А на второй половине, то есть вот она скорость на первой половине, а на второй половине скорость была 2400. 400 км в час. Так как эти две половины равны друг другу, обозначим для удобства одну половину через S. Тогда вторая половина тоже будет равна S. Ну и в итоге, естественно, весь путь составит 2S. Теперь переходим к средней скорости. Что такое средняя скорость полета? Или движение вообще? Средняя скорость. Запишем. V средняя. V средняя. Средняя скорость. Для того, чтобы найти среднюю скорость, нужно весь путь разделить на все время. То есть общий путь на общее время. Весь путь равен 2S. Он состоит из двух половинок по S. Каждая из них равна S. Получается, весь путь это 2S. И все это нужно поделить на общее время. Обозначим общее время как T общее. Общее время. Далее. Теперь попробуем найти это общее время. Из чего состоит это общее время? Общее время. T общее. Состоит. Это буква O. T общее состоит из времени движения на первой половине. Плюс T2. Время, затраченное на вторую половину пути. Как найти каждое из этих времен? T1. Для того, чтобы найти время движения на первой половине пути. Время полета. Нам необходимо путь разделить на скорость. Почему же? Время равно путь разделить на скорость. Путь на первой половине равен S. Вот он. S. И разделить на скорость. V1. То есть S на V1. Плюс T2. T2 равно S на V2. Это время на второй половине пути. Со скоростью V2 он летел. На второй половине. Далее. Можно подставить в принципе уже сейчас. А потом подставить все это в данную форму. Но можно в общем виде получить. Давайте получим в общем виде все-таки. Итак. Подставим все это теперь. То есть. Вот это общее время. Подставим в нашу формулу. Вместо вот этого T0. Через T0 мы T общее обозначили. Подставляем. Тогда у нас получается формула для средней скорости. Будет иметь вид. 2S разделить на... Вместо T0 подставляем S на V1 плюс S на V2. Равно. Теперь для удобства можно в знаменателе S вынести за скобку. Чтобы сократить. Тогда у нас 2S в числителе мы перепишем. А в знаменателе S выносим за скобки. Тогда в скобках остается единица деленная на V1 плюс единица деленная на V2. И теперь можно на S сократить числитель и знаменатель. По единице остается после сокращения. Тогда в итоге получается готовая формула для нахождения средней скорости. То есть это получается 2 разделить на единица деленная на V1 плюс единица деленная на V2. Ну и сразу подставлять будем. Или можно было отдельно найти вот этот знаменатель для того, чтобы потом перевернуть. В принципе разницы нет. Да, давайте лучше отдельно найдем вот этот знаменатель, чтобы не писать тройные дроби. То есть отдельно найдем знаменатель. Тогда что у нас получается? Единица деленная на V1 плюс единица деленная на V2 равно... Приводим к общему знаменателю. Общий знаменатель будет произведение V1 на V2. Тогда домножаем числитель первой дроби на V2, числитель второй на V1. Тогда у нас получается V2 плюс V1, ну или V1 плюс V2. От перестановки мест слагаемых сумма не меняется. То есть V2 на единицу будет V2 и плюс V1. V2 плюс V1. Но я записал, поменял местами. Разницы нет. Далее. И вот теперь нам необходимо число 2 разделить вот на этот знаменатель. То есть разделить на эту дробь. Что тогда у нас получается? При делении на дробь можно деление заменить умножением и дробь перевернуть. То есть умножить на обратную. Так и сделаем. То есть у нас получается следующее выражение. В среднее равно. В среднее равно. То есть надо 2. Вот у нас в числителе была двойка. Теперь разделить на вот этот знаменатель. Черту дроби запишем вот таким знаком деления. Вместо черты дроби запишем деление. И теперь мы должны разделить вот на этот весь знаменатель, который мы преобразовали. Он у нас выглядит вот таким образом сейчас. То есть надо разделить вот на эту дробь. В1 плюс В2 и в знаменателе В1 на В2 произведение. Равно. Теперь далее. 2 умножить. Деление заменяем умножением и умножаем на обратную дробь. То есть переворачиваем. Меняем числитель и знаменатель местами. В1, В2 в числителе уже теперь будет. А в знаменателе В1 плюс В2. Ну и теперь это все равно что 2 первых. Значит это все равно что 2 умножаем на числитель и делим на знаменатель. То есть в итоге получается готовая формула. 2 на В1 и на В2 деленное на В1 плюс В2. Сразу подставляем. 2 умножить. В1 это 1600. В2 2400. И разделить на 1600 плюс 2400. Равно. Вот в числителе нет смысла сейчас перемножать. Почему? Потому что лучше сократить. Поэтому сделаем следующим образом. Числитель пока перепишем. То есть числитель переписываем. 2 умножить на 1600. И умножить на 2400. А в знаменателе найдем сумму 1600 плюс 2400. Получается 4000. 4000. Ну и теперь можно сократить. Что лучше сократить? Можно 1600 сначала на 2 сократить. Вот 2. Тут единичка получается. И тут тогда уже будет не 4000, а 2000. Далее на 1000 можно сократить. Вот 3 0 здесь зачеркнем. Здесь 2 0. И еще 1 0 зачеркнем. Ну и теперь 16 делим на 2. Вот здесь двойка остается в знаменателе. Значит 16 на 2 сокращаем. Получается 8. То есть в итоге в числителе получается 8 умножить на 240. После сокращения. То есть так и запишем. Равно 8 умножить на 240. 8 умножить на 240. Умножаем. 8 у 4 32. 2 пишем. 3 запоминаем. 8 у 2 16. И 3 запоминали. 19. Да еще 0. То есть получается 1920 километров в час. Такова средняя скорость. А это значит в ответ нам нужно записать число 1920. Пишем ответ 1920. Задача решена.